Независимая оценка качества услуг учреждений культуры теперь будет доступна каждому жителю и гостю Ставропольского края. Составлять рейтинг будут члены общественного совета, предварительно выезжая и осматривая музеи, театры, дома культуры. Оценка складывается по четырёхбальной системе и состоит из целого ряда критериев. Туда входит доступность культурной услуги, доступная среда для инвалидов, удобство, информационная освещенность на сайтах, в средствах массовой информации. Такая инициатива реализуется в рамках программы «Открытое правительство», главный смысл которой – обеспечить прозрачность и открытость деятельности не только органов власти, но и работы государственных учреждений. Показать учреждению, где слабое место, где нужно сделать шаги к улучшению предоставления качества государственных услуг. Для того, чтобы двигаться вперёд, надо понимать, как нравится это, не нравится, качественно, что нужно улучшить, какие задачи поставить, каким путём нужно двигаться, для того, чтобы грамотно строить культурную политику в крае. Увидеть оценки мы сможем с 1 января 2015 года на сайте Министерства культуры в разделе «Общественный совет». Ещё один вопрос, который обсудили на заседании – проект воссоздания первого на Северном Кавказе Музея древности под открытым небом в Пятигорске. Он был открыт в 1849 году, но просуществовал всего 30 лет. Часть экспонатов осталась до сих пор. К ним планируют добавить новые археологические находки. Музей предлагают сделать в форме круга из 12 секторов. Каждый будет символизировать разные эпохи жизни Северного Кавказа. В числе экспонатов – дольменная плита, каменная ступа первого тысячелетия до нашей эры, жертвенный камень, крест горы Пештау, жернов водяной мельницы. Жернов, который является одновременно экспонатом справа внизу и одновременно символом времени, символом действия, движения, культуры в целом и так далее. То есть это как бы символ и круг, и все тут вкладывается в это много культурологического значения, смысла. И вот люди выходят на эту площадку, потом они идут вокруг всего пространства, ни разу не пересекая пройденный уже путь. То есть они везде выходят на такие участки, которые позволяют им осмотреть все экспонаты. Проект пока находится в стадии разработки, но идею поддержали все члены общественного совета. А значит, сделан еще один шаг для его воплощения в жизнь.